С наступлением лета в рамках акции «Здравствуй, лето!» на территории Славянского района открылись детские дворовые досуговые площадки для юных посетителей. Почти в каждом дворе ребятня в течение всего лета сможет с пользой проводить время, играть, заниматься спортом и просто общаться. На открытии площадок в станице Анастасиевской и поселке Рисовом побывала и наша съемочная группа. Открытие площадки в станице Анастасиевской и поселке Рисовом стало настоящим праздником для местных ребятишек, с чем их и поздравили почетные гости, в их числе и председатель Совета муниципального образования Славянский район Григорий Литовко. В своем выступлении он отметил, что детскому отдыху в районе уделяется большое внимание. Я хочу сегодня поприветствовать вас на этом замечательном мероприятии от имени главы района Романовича Снеговского, Совета депутатов Славянского района на открытии спортивных оздоровительных площадок. Три ребята, у вас закончилась школьная пора, вы отложили свои учебники, дневники с пятерками и теперь, конечно же, надо хорошо отдохнуть. В Славянском районе созданы все условия для того, чтобы наши дети отдыхали на детских оздоровительных площадках. В этот день юные жители станицы Анастасиевской и поселка Рисовы активно отдыхали, принимали участие в спортивных состязаниях, в конкурсах и викторинах. О том, какие еще виды досуга ждут детей этим летом, в нашей съемочной группе рассказал начальник управления образования Виталий Титаренко. Создаются различного рода организационно-технические мероприятия, которые позволяют сделать охват детей летней кампании максимально безопасным, максимально насыщенным различными конкурсами, мероприятиями. Ну и просто, чтобы детям было весело, интересно, чтобы им было куда пойти, было чем заняться в тот период, когда они не ходят на занятия и находятся под присмотром своих старших товарищей, учителей. Управление по делам молодежи с началом самого жаркого времени года также открывает летние дворовые площадки. На протяжении трех месяцев 58 дворовых площадок будут функционировать в Славянском районе. Я думаю, что за лето, в течение лета еще увеличится это количество. Охватим мы, средний день охват в этом году планируется около 1800 подростков в один день. На каждой площадке будет организована работа, будет работать помощник, педагог, организатор. Это несовершеннолетние ребята, которые будут организовать, собственно, мероприятия, соревнования, викторины на площадке со своими сверстниками, с ребятами. Помимо участия в различных конкурсах и играх, молодежные спортивные и танцевальные коллективы порадовали ребят своими выступлениями. Площадки будут работать с самого утра и до вечера. Перерыв между занятиями будет только в самое жаркое время дня. Работа летней оздоровительной кампании началась уже во всех школах Славянского района. Для школьников прошли мероприятия под названием «Открытие лета». Также на этой неделе в Центре развития творчества и Городском доме культуры открылись детские досуговые площадки в рамках акции «Здравствуй, лето», где можно было на час стать пиратом и искать сокровища, или же принять участие в познавательных викторинах и выиграть приз. Три месяца лета – самое счастливое время для всех детей. Можно быть уверенными, что славянские ребята смогут провести его с пользой и большим удовольствием. Тина Копачевская, Михаил Варгулёв, Георгий Калинин. Программа «События». Продолжение следует... До новых встреч! Продолжение следует...